Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Ти-Лим. 43-й псалом. Очень маленький псалом, но такой, удаленький. Написано, что этот псалом является великой молитвой о тяжести изгнания, молитвой для защиты от врагов, которые считают, что можно безнаказанно преследовать изгнанников. Вот когда складывается такая ситуация, написано, что этот псалом работает вообще блестяще. Если человек хочет получить ответ во сне на какой-то интересующий его вопрос, то это перед сном читать этот псалом, но перед этим надо поститься с восхода солнца и до вечера, и тогда ты можешь получить ответ на этот вопрос. Рекомендуется его читать, если строишь дом. Новый дом, когда строишь перед началом строительства, прочитывается этот псалом. В древних книгах написано, что 43-й псалом – это великая молитва о неимоверных страданиях, которые причинены за все годы, как бы сказать, злыми народами. И написано, что когда человек произносит этот псалом, на небе просыпается милосердие. Еще написано, что этот псалом, когда идет суд над тобой, то написано, что все время, пока идет суд над тобой, читай, и сердце судей не выступит против тебя. Ну и последнее написано совсем уж в древних книгах, что когда идет тоже этот суд, то если очень важен для тебя этот суд, если вот ты чувствуешь, что это жизненно необходимая победа в этом суде, написано, надо попросить кого-то это 43-й псалом написать на кусочки пергамента, на клафе. И когда идешь в суд, взять его в правую руку, зажать, и во время суда написано, никогда ты этот суд не проиграешь. Ну вот, пожалуй, все, что можно сказать о небольшом 43-м псалме.